Галина Талалаева, заслуженный работник печати Подмосковья и почетный гражданин Люберецкого округа, выпустила новую книгу «Благовремени». Это для нее уже третье по счету издание. В честь знаменательного события она провела встречу со школьниками, где рассказала о своем творчестве и о том, как раскрыть себе таланты. У нее есть стихи, вы знаете, вот мне они в жизни помогали. Когда было очень тяжко, и я их читала, я понимала, что надо остановиться, подумать и жить дальше. Как сейчас помогают стихи Галины Талалаевой и ее читателям, так и когда-то писательницы помогли ее друзья. В 99-м единомышленники ей подсказали, что пора бы творческие порывы души увидеть массам. Тогда и вышло в свет первое издание Галины Ивановны «Мой зимний сад». Оно собрало все лучшие стихи, скопившиеся за много лет. Обожаю эту пору, обожаю на пороге непреложных холодов, где простуженные парки обнажают геометрию застенчивых стволов. А этот стих о любимом времени года, осени, опубликован в новом третьем сборнике. Благовремени собрал в себе произведения разных лет. О есенине, современности и, конечно, о любви. К тому же книгу Галина Ивановна дополнила иллюстрациями. Ведь пять лет назад она раскрыла в себе новый талант – писать картины. Там у меня есть главка, посвященная вот именно, я себе так и пишу, рисование, живопись, отношение к этому. Но я думаю, что то, что человек увлечен живописью, это присутствует в любом его тексте, даже и не поэтическом. И это можно даже просто не говорить. Это ясно, если кто-то внимательно читает. Во время диалога с писательницей некоторые старшеклассники признались, что они уже пробуют себя в написании стихов и рассказов. Ведь подобные встречи с авторами книг, позволяющие раскрыть детские таланты для учащихся первой Люберецкой гимназии, не в новинку. Какие-то новые чувства, в первую очередь эмоции, потому что литературу вообще нужно осмыслить. Это должно пройти какое-то время, чтобы дети осознали это. То есть это пища для размышления, пища для ума, для сердца. Галина Ивановна поделилась со школьниками тем, что сама писать она начала еще в школьные годы. Вдохновляли ее великие произведения мэтров российской литературы. С ребятами заслуженный работник печати поделилась собственными секретами, помогающими разглядеть в себе потенциал писателя. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.